Вы правильно указали в вашем вопросе, что вы не задаете вопрос про Мошейни, как вы написали Моисея. Потому что это совсем из другой категории, как и другая лига, сам по себе никто не может быть как Мошей Радей. Он стоял на горе 40 дней, 40 ночей, без еды, без питья, и только было надъестественное общение со Всевышним. Ну, так никто с ним не может сравниться. Теперь у нас пророков было немало. Крупнейших было 49. Но, если взять книги, то есть взять Танахат, это еврейская Библия. Вторая буква Н, это Невиим, пророки. Тора, Невиим, Ктуми. Невиим. То тогда можно, например, или посмотреть про книги. Например, сами пророки писали тоже книги. Например, пророк Шмуэль, очень великий был. Он как раз помазан на царство, если как говорится, в классическом русском языке, Шауля, а потом царя Гавида. У него есть две книги. Шмуэль А, Шмуэль Б. Она как одна. Он написал еще книгу. Он написал книгу Рут, например. Вот тоже пример. Но книга его пророческая, Шмуэль, она глубоко-глубоко духовная книга в высочайшем городе. И поэтому царя Гавида, когда сказано, одно из псалмов, которое мы читаем в Каббалат-Шаббат перед наступлением субботы, Шмуэль, что Шмуэль, как Мошея Гаро. Представляете? Шмуэль, как Мошея Гаро. То есть вот какое величие Шмуэль. Так что, может быть, он самый великий пророк, кроме Мошея Гарбейна. Он хороший кандидат. Я сразу скажу, что я не могу так делить все это, и так определять, и давать ордена, и медали. Но Шмуэль очень хороший кандидат. Можно иначе пойти. По линии величины книг. Самая большая пророческая книга, в каком-то смысле, это книга пророка Ишаягу, которая написана за 150 лет до разрушения первого храма. То есть примерно в привычном исчислении, в 600 году до новой эры. Это Ишаягу. Есть очень большая книга Ирмиягу. Есть большая книга пророка Ихескеля. И он там видел огромные, великие видения в этой книге Ихескеля. Есть 12 книг небольшого размера, поэтому их авторов говорят, что это малые пророки. Или в Танахе просто их называют 12. И все знают, о чем идет речь. 12 малых пророков. Кто из них, что из них, в разных ситуациях, в разных изучениях великих книг, иногда выявляется, проявляется величие какого-нибудь одного из пророков. Я не могу сказать, кто из них больше, кто нет. Но то, что я сказал, Шумуэль, или Ишаягу, или Ирмиягу, или Ихескель, это хорошие кандидаты, чтобы их назвали великими пророками. Да из этих 12 малых, на самом деле, никакие они не малые, просто их объем книг небольшой. Но они очень-очень великие пророки. Напомню еще, что пророк на еврейском на Ви, от слова Легави, привести, он с неба приводит к нам, приносит к нам, приводит, стаскивает с неба, если так сказать, слова Всевышнего для нашего народа. Чтобы они были у нас уже в течение всей жизни, нашего народа, потому что книга Танах с нами, наша Библия еврейская, и все время. И поэтому и слова пророка все время, это слова Всевышнего, которые они привели до нас. Поэтому каждый пророк называется на Ви, тот, кто приводит. Ну, пожалуй, даже все. Ну, еще, может, я скажу, что даже, на самом деле, величие пророка, любого пророка, это не постоянная величина. Это она функция, или зависит от состояния нашего народа. Иногда великий пророк не может дать много, потому что народ не может принять. Иногда пророк, который как бы, как будто поменьше, может дать больше, потому что народ может принять. Вот видите, еще фактор существует. Ну, вот я надеюсь, что как-то прояснилось. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok